уважаемые девы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 10 по 16 января включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам благодаря раскладу мы сможем высветить слабые стороны вашей жизни поэтому даже если в раскладе выпадают негативные карты они лишний раз указывают на то на чем вам еще предстоит поработать что нужно корректировать карты укажут что мы сегодня будем рассматривать вашу работу карьеру трудовую деятельность ваши финансы возможные вложения долги и кредиты вашу личную жизнь и для тех кто в паре и для тех кто в свободном поиске постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайший период возьмем для вас карту основного совета и также в раскладе будет участвовать карта скрытых факторов именно на эту неделю и мы узнаем какими они для вас будут положительными или не очень напоминаю что это торговый прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту сама собой разворачивается карта колеса фортуны и она говорит о том что у многих события этой недели будут развиваться очень стремительно и карта кольца фортуны все-таки предполагает удачу шансы и возможности что-то в своей судьбе поменять конечно карта циклично она может говорить о том что ходят по кругу и какие-то старые проблемы но у вас будет возможность все это решить и вы действительно будете торопиться и так ваша первая карта уже на столе уважаемые девы все карты перед вами в центр вашего расклада попросилась сразу две карты хотя я обычно беру 2 но значит так надо итак то что я вижу по центральной линейке вашего расклада то для многих эта неделя будет полна событий вы явно не будете сидеть на месте я вижу что будет очень много дел финансовой суеты рабочих хлопот тут совмещены и вопросы касательно образования возможно вы сами учитесь возможно у кого-то есть дети которые являются учащимися в общем дел не в проворот и первая карта рыцарь мечей говорит о том что в начало этого периода вы входите весьма напряженными в особенности если меня смотрят мужчины девы но и для женщины дев эта карта может говорить о том что ваши нервы или вы напряжены как раз из-за мужского лица с которым постоянно выясняете отношения для кого-то это может быть человек с которым вы живете под одной крышей для кого-то это мужчина с которым вы что-то решается в делах или в работе есть споры и конфликты из-за доходов из-за заработка для женщин карта рыцаря мечей может говорить о том что именно мужчина 1 провоцирует вас на те самые конфликты и выяснения отношений так как эта карта дорог она может показывать состояние разъезда встреч любого рода когда что-то нужно срочно и быстро решать для кого-то из вас эта карта может показывать казенного человека при определенной должности от которого что-то может зависеть общий запас энергии неплохой но излишние эмоции излишние переживания волнения будут вам мешать и несмотря на то что вы прекрасные логики если вы будете принимать какие-то решения на эмоциях вы можете совершать ошибки и при том довольно таки грубые сами себе вредить этого допустить нельзя на основные события этой недели для вас выпала карта пажа пентаклей и она конечно же может говорить о том что у тех у кого есть основная работа будут доходы эта карта финансовых денежных поступлений но небольших и ваш кусок хлеба дается вам нелегко но эта карта показывает упорство и трудолюбие желание все-таки чего-то достичь что-то кому-то доказать и прежде всего самому или самой себе у тех у кого есть дети на что-то у вас тоже могут быть разные мнения разные взгляды может быть конфликт отца и ребенка в семье у кого-то могут быть и такие ситуации также эта карта говорит о том что даже если меня смотрят те люди которые не работают вообще все равно какие-то небольшие доходы у вас есть благодаря которым вы что-то все-таки пытаетесь решить и продержаться финансово на плаву центр сердце вашего расклада выпала карта короля кубков и карта старшего аркана силы мы видим уже вторую мужскую карту поэтому если смотрят меня женщины карты говорят о том что в этом периоде вашей жизни что-то может зависеть как минимум от двух мужских лиц но это мужчина который искренне пытается вам помочь мужчина вас любящий это действительно может быть хороший друг возлюбленный может быть даже родственник но даже здесь каких-то вопросах у вас противостояние вы меряетесь характерами мужчина возможно вас пытается починить себе но по-доброму по-хорошему дает вам какие-то советы но у вас на все есть свое мнение если меня смотрят женщины если говорить о мужчинах девах вот эта карта может показывать любого вашего друга компаньона хорошего знакомого с которым вы совещаетесь по поводу важных рабочих вопросов здесь тоже идет небольшое противостояние и трения когда вы по поводу чего-то спорите но вы способны развиваться вы очень творческой личности натура и вот эти карты говорят о том что вам нужно реализовывать свой потенциал но в данном периоде есть какие-то помехи есть какие-то препятствия прежде всего это финансовая борьба в работе тоже есть какие-то сложности но если говорить о мужчинах все-таки постарайтесь свои эмоции контролировать не ругаться а любые вопросы решать очень тактично с помощью мудрости и того опыта которые вы накопили ранее вы должны быть в чем-то убедительны и таким образом вы даже своих врагов сможете красиво поставить на место конечно по этой карте у вас могут быть враги завистники но этим людям до вас особо не дотянуться вы конечно же выше умнее сильнее и в ваших руках тут возможно даже есть какие-то определенные козыри которыми вы могли бы пользоваться женщинам в помощь мужское лицо давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар в ваших домах ваших отношениях что между вами для вас выпала карты пятерки монет и карта пятерки мечей для тех кто изучает таро вы знаете что в таро пятерки это карты борьбы войны жестких действий любого рода конфликтов и эти карты именно об этом и говорят о том что в паре печаль и грусть из-за того что вы не находите общего языка конфликты у вас могут возникать из-за чего угодно прежде всего вы недовольны финансами либо какими-то бытовыми моментами вы готовы на себе тянуть много вы очень много пытались сделать раньше для того чтобы гармонизировать пространство но по пятерки пентакли я вижу что вы устали у вас опускаются руки есть полное разочарование в партнере если говорить о вашей второй половине он себя ведет или она не самым лучшим образом эта карта говорит о подозрительности о ревности о язвительности о каких-то колких выпадах для того чтобы вас на что-то спровоцировать ваш партнер бесконечно вас чем-то пытается проверить и когда вам тяжело на душе или плохо такое чувство что он или она вас попросту добивает конечно не исключу что в ваше отношение кто-то пытается вторгнуться из внешнего мира и как бы следить за вами из-за вашей спины за всем тем что происходит в вашем быту и когда у вас не ладится кто-то может этому радоваться и вот эти кто-то больше со стороны вашей второй половинки оттуда идет негатив эта карта говорит о том что вы болеете из-за ваших отношений возможно и на физическом уровне вы испытываете недомогание тяжесть когда все сложности дома ложатся на ваши плечи также карта пятерки пентакли может говорить о том что у кого-то есть болеющая родня родственники у которых тоже есть свои проблемы и вы вынуждены всем помогать но у вас на всех просто не хватает сил и в какой-то момент вы почувствуете что вы теряете остатки своих сил поэтому карты призывают вас к перезагрузке к возможному отдыху и к тому чтобы вы постарались абстрагироваться от всех этих проблем от этих людей в вашем самом ближайшем окружении здесь еще чувствуется и энергетический вампиризм на этой неделе думайте о себе а не о родственниках не о второй половинке вам самому или самой нужно набраться сил что в вашем подсознании в вашем подсознании желания отдыха праздника фейерверка чувств настоящей преданной дружбы а всего этого в паре в отношениях вы не находите если говорить о вашей второй половинке в его или ее подсознание огромная самоуверенность чувство превосходства надменность того что он или она вершитель судеб и конечно над вами этот человек возвышается считает себя или умнее или лучше конечно карты могут показывать и конкуренцию между партнерами от которой вы тоже устали давайте посмотрим что происходит у наших свободных где в вашей личной жизни для вас выпла девятка чаш карта пожар жезлов и карта старшего аркана колесницы в общем-то для свободных выпали три замечательные карты и они говорят о том что несмотря на то что для вас эта неделя начнется нервно по рыцарю мечей то все-таки вас что-то будет радовать карта девятки чаш может показывать возможный отдых встречи с друзьями застолья хорошую компанию возможно вас зовут в гости или вы кому-то направляетесь в вашем ближайшем окружении есть люди вам преданные которые искренне вас любят и на которых вы можете рассчитывать по пожу жезлов я вижу что вы не будете сидеть и унывать это очень большое общение с другими людьми то здесь вы вообще не выглядите как затворник или затворница а по колеснице наоборот происходит движение вперед вы проявляете свои амбиции вы показываете свой характер по этим картам я вижу человека зажигалку который других людей может увлечь заинтересовать своими самыми важными идеями и благодаря тому что вы способны донести свои мысли другим вы многое можете решить организовать сделать карта колесницы также предполагает дороги поездки встречи любого рода для вас очень полезные важные и нужные которые принесут хорошие результаты вас что-то будет радовать и в личной жизни и в делах тоже карта пожар жезлов показывает живой пытливый ум я вижу человека свободно мыслящего и стремящегося к переменам и к развитию карта пожар жезлов может предполагать любого рода образование тренинги мастер-классы но также эта карта может говорить о том что у кого-то уже есть дети подростки от прошлых отношений и даже ваши детки в этом периоде вас будут радовать своими успехами и даже ваши дети уже способны вам давать какие-то важные советы или в чем-то вас поддерживать конечно ваши дети не являются помехой для того чтобы выстроить свою личную жизнь заново и эти карты говорят о том что для тех кто встречается будут встречи будут свидания будет радость будет наполненность а для тех кто еще ни с кем не познакомился благоприятная неделя для новых знакомств поэтому знакомьтесь знакомства возможны и на расстоянии возможно даже в этом периоде вы захотите с кем-то увидеться встретиться и вам действительно это нужно замечательные карты для свободных наших дев но давайте вернемся к центральным картам так как это карты кармические и они говорят о основных кармических задачах если говорить о женщинах то карта короля кубков и силы говорит о том что рядышком с вами есть мужчина который вам пытается помочь и вы ни в коем случае не должны отвергать эту помощь но если чувствуете что мужчина в чем-то не прав вы должны корректно донести ему свои мысли свое мнение меня могут смотреть женщины или мужчины влюбленные и если говорить о женщинах возможно король кубков показывает возлюбленного и по силе я вижу огромную сексуальность огромная притом обоюдное желание влечения и притяжения друг другу очень страстные очень гармоничные отношения и если в вашей жизни уже есть такой человек если говорите женщинах вы конечно для него натура очень пылко страстно умная настоящая львица настоящая укоротительница то есть вы мужчину способны подчинить своей воле и человек который рядышком с вами будет бесконечно вами восхищаться меня могут смотреть и влюбленные мужчины обе эти карты говорят о том что если вам нравится какая-то определенная женщина развивайте отношения делайте первый шаг удивляете даму своего сердца радуйте ее и у вас у самого будет подниматься настроение то что касается рабочей деловой сферы если говорить о мужчинах в работе вы явно будете делать успехи и карты предполагают очень хорошие доходы для женщин заработки возможно с помощью мужского лица либо по работе что-то может решается тоже с помощью мужчины что еще вам нужно знать в рабочей деловой сфере для тех кто работает для тех у кого есть занятость для вас выпала карта старшего аркана повешенного конечно она может говорить о том что что-то тормозится что-то подвисает что-то развивается слишком медленно именно поэтому возможно и будут вот эти разговоры того чтобы ситуацию продавить сложные разговоры мужчины и женщины но все-таки по этим картам многое решается вроде бы и дела у вас неплохо развиваются но вы постоянно чувствуете себя крайне уставшими крайне вымотанными вы все равно недовольны результатами для многих из дев были бы полезные медитативные практики в состоянии медитации вы сможете погружаться в свое подсознательное и находить ответы на многие ваши вопросы и помните о том что даже если в данном периоде вашей жизни и происходят какие-то задержки то по старшему аркану они не случайны возможно вас высшие силы пока от чего-то пытаются уберечь либо вам просто еще пока что-то не нужно либо чему-то не пришло время поэтому не стоит расстраиваться и отчаиваться и возьмем дополнительную карту для тех кто без работы я вижу что вы активно работу ищите и по тузу мечей уже в ближайшее время работу вы можете найти но все-таки эта карта оставляет сложности то есть возможно есть какая-то определенная сфера деятельности которые вы хотели бы заняться эта карта говорит о том что возможно чего-то будет не хватать в бумагах или в документах и вам предстоит лучше подготовиться для того чтобы все бумаги были у вас на руках ищите работу в которой вы могли бы работать не руками а головой потому что это карта логического мышления сложности конечно есть но работу если вы будете продолжать искать все-таки найти вы можете возможно кто-то из вас по этой карте пытается организовать свое собственное дело здесь тоже сложности также карта может говорить о том что возможно вам нужно искать работу официальную либо с кем-то вам предстоит заключить официальный договор на словах или на бумаге но вы точно должны для себя понимать чего ждать от взаимодействия с определенными людьми и где-то в чем-то себя перестраховать и давайте посмотрим что происходит с вашими финансами в дом финансов для вас выпала сложная карта это десятка мечей конечно эта карта говорит о том что все то что касается денег воспринимается крайне болезненно потому что денег ни на что не хватает эта карта может говорить о том что даже именно в этом периоде могут быть большие расходы возможно раньше были какие-то траты большие после которых вам тяжело восстанавливаться если у кого-то из вас есть долги или кредиты очень сложно отдавать и скорее всего именно на этой неделе вы не сможете погасить определенные долги конечно не стоит именно на этой неделе оформлять новые долги и кредиты одалживать у кого-то деньги самому или самой кому-то занимать или одолживать также потому что вам будет крайне тяжело вернуть не стоит именно в этом периоде куда-то вкладывать крупные суммы денег не стоит совершать куплю или продажу поэтому воздержитесь от таких мероприятий что-то перенесите на более благоприятный период тем более что и на внешний мир выпала вторая карта тройки мечей видите эти две карты говорят о том что кто-то вас подводит из-за чего-то вы разочаровываетесь из-за чего-то вы слишком нервничаете из-за чего-то слишком эмоционируете и все пропускаете через свое сердце по этим картам многим из вас действительно нужно будет подумать о своем здоровье карты могут указывать на проблемы сосудистой системы опорно-двигательного аппарата и просто того что в какой-то момент вы как будто бы обесточены из-за всех тех событий которые на вас наваливаются но в центре расклада мы видим две сильные карты которые призывают вас к тому чтобы вы не раскисали не расслаблялись не впадали в состояние депрессии или паники а наоборот проявляли свой характер по карте силы вы просто обязаны выстоять и при этом еще и принимать какие-то важные решения эта карта может также говорить о том что во внешнем мире вы в ком-то разочаровываетесь с кем-то не хотите общаться кто-то вас просто может напрягать и давайте посмотрим что в скрытых факторах и мы сейчас увидим события которые войдут вашу жизнь примерно 17 по 21 22 января здесь мы видим 10 пентаклей четверку жезлов и карту семерки жезлов все эти карты говорят о том что и ближайшую неделю ваша жизнь будет бить ключом вы постоянно в действии в движении но будут хорошие результаты и изменения и по работе и в личной жизни десятка пентаклей предполагают очень хорошие финансовые поступления примерно с 21 числа у кого-то возможно это уже зарплаты что-то может стабилизироваться в вашей основной работе для тех кто работает для тех кто в поиске работы я вижу что вы во первых можете найти работу и неплохую уже в ближайшее время многие из вас могли бы работать не выходя из дома иметь свое дело возможность работать посредством интернета даже если вы не работаете вообще меня смотрят пенсионеры или люди которые в силу каких-то обстоятельств не могут пока работать ваша ближайшая родня вас не оставит без поддержки хотя на этой неделе вам кажется что вам никто не помогает и этой поддержки вы особо не ощущаете здесь я вижу обратно ваше возрождение то что вас появляется энергия появляются силы появляются какие-то новые желания также карты могут предполагать любой праздник в доме когда вы что-то будете праздновать возможно вы куда-то будете приглашены и это тоже то что напомнит вас радостью семерка жезлов говорит о том что даже когда в вашей жизни все хорошо вы особо не расслабляетесь вы в полной боевой готовности и даже когда все хорошо есть какая-то ложка дегтя которая способна испортить бочку меда но кто бы вам не создавал помехи кто бы вас не провоцировал на конфликты или на нервы вы по этой карте на голову а то и на 2 выше тех кто идет к вам с какими-то претензиями или просто трепет вам нервы и давайте посмотрим чем для вас эта неделя завершится на завершение этого периода выпала карта пажа мечей и в выходные вы не спокойны очень много суеты нервозности с кем-то вы выясняете отношения это могут быть какие-то неприятные известия в телефонном режиме люди которые вас раздражают по этой карте такое чувство что вас просто все достало и вы сами что-то будете воспринимать в штыки на все реагируете молниеносно но нервно у тех у кого есть дети почему-то нервы из-за детей нервы из-за вашего собственного развития но давайте возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпала десятка жезлов она говорит о том что скорее всего вы ответственны не только за свою жизнь но еще и за чью-то жизнь и вы действительно кто-то вынужден помогать тем кто рядом тем кто нуждается в этой помощи это может быть кто-то из близких и вообще по этой карте перед вами стоит очень много задач и нет время на расслабление нет время на депрессии поэтому всем тем кто проявит характер и будет идти вперед как настоящий борец а мы здесь видим человека которому крайне тяжело человек который несет целую кипу бревен все равно идет вперед и старается не обращать внимание на усталость потому что для этого человека важен результат а не то что он чувствует в данном моменте поэтому свои чувства эмоции соберите в кулак соберите свою волю в кулак и по итогу вы сможете решить очень много это уже 2 десятка в вашем раскладе мы видели десятку мечей десятку жезлов эти карты говорят о сложных трансформациях о сложных переменах вы сейчас уже стоите на пороге перемен или вот эти перемены уже начали вашей жизни происходить но вы к чему-то не полностью готовы что-то вам тяжело принимать но я вижу что будут появляться и какие-то новые обстоятельства которые дадут вам возможность найти выход и давайте рассмотрим карту форс-мажора или карту непредвиденных неожиданных моментов какими они для вас будут на эту неделю положительными или не очень и мы видим то самое колесо фортуны для тех кто внимательно смотрел расклад вы помните что при тасовке разворачивалась карта колеса фортуны и я акцентировал на ней внимание и говорила о том что события этой недели будут развиваться очень стремительно вот эта карта говорит о том что наверное вас любят сами небеса сами высшие силы вмешиваются в вашу жизнь и дадут вам возможность к выходу из любых затруднительных ситуаций вы сможете решить не только старые проблемы но и в корне по этой карте в корне что-то поменять в своей жизни также эта карта может показывать состояние дорог поездки передвижения возможно вы что-то планируете если есть такое в планах поезжайте любые дороги пойдут вам на пользу также эта карта может показывать любые новые обстоятельства любых новых людей которые входят в вашу жизнь любые новые интересные предложения которые вы не должны игнорировать поэтому только вперед как видите случайности в картах не случайны и карта которая пыталась открыть ваш расклад его и закрывает давайте возьмем еще две дополнительных карты из замечательной колоды ленорман и спросим как же лучше или как правильнее вам себя вести какую тактику вам выбрать или что вам еще было бы полезно знать в этом периоде всего лишь две карты но я думаю что будет интересно и уже интересно потому что для вас выпала карта клевера и карта косы вот эти две карты говорят о том что вам улыбается фортуна эта карта удачи клевер это шансы к переменам возможность живых доходов что-то поменять финансовой среде но такое чувство что по косе вы сами от себя отсекаете какие-то шансы об этом стоит задуматься вот эти шансы вы упускаете тогда когда поддаетесь панике и депрессиям а мы видим в вашем раскладе 10 и тройку мечей когда вы подвержены эмоциям излишним эмоциям давайте возьмем для вас все-таки еще одну карту совета но даже эти карты как совет говорят о том что в чем-то вам нужно проявить или решительность или стойкость или характер да возможно у вас кем-то будут неизбежно напряженные даже жесткие разговоры в чем-то вам нужно будет ставить вопрос ребром но прежде всего вы должны быть требовательны к самому или к самой себе и еще одна карта дополнения карта семерки бубен это все то что касается работы коммерции финансов тут какие-то разговоры переговоры очень много общения не отсекайте от себя возможность дополнительного заработка чем больше вы будете общаться чем для вас лучше уважаемые девы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас важна и полезна расклад не из простых но вы и сами не являетесь простыми людьми всем прекрасного настроения огромной удачи пусть проиграется все самое лучшее в этом раскладе пишите как для вас расклад проигрался подписывайтесь на мой канал все те кто не подписан и я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok